итак всем привет каналу интернет подписчики мужики вот мы тут с иваном значит сняли ролики помните вы наверное что мы сняли обращение насчет мошенников потом мы сняли мойку и здорово что вы все включились молодцы спасибо вам что включились покажите покажите а вот вы сказали но не показали ребят исправляем эту ошибку сейчас вот я иван федоровичу дам полные образы правления пусть он покажет расскажет это его детище мужики а в этом деле детище это так полное изобретение работа выходного дня и пусть казана я просто хочу сказать то что не в комментариях пошли вопросы как состоит что как называется покажи ну конечно мелочи это мелочи которые начинают там людям морочить мозги и надо думать зачем если можно просто скопировать которая пожалуйста это выкладывается еще лучше мужики закажите мон сделать но это ради бога уважаемый снимай поближе то есть емкость наша знаменитая малютка симбирка и может быть там волгодонка и всякие разные были названия где выпускались они всякие разные вот крышка емкость здесь находится так сказать форсуночная рампа это трубка от умывальника соединяющаяся с переходной латунной трубой но единственное нужно было сделать ее подвижной чтобы деталь можно было удобно уложить она вращается в любом положении вращающаяся тарелка ничего за умного это низ от пылесоса ну как мне говорил папа используйте все что под рукой и не ищи себе другое здесь переходная шайба которая используется на 4 крошковой антенне выточена втулочка с пазиком дальше это на всякий случай чтобы не падали детали здесь лежит сетка вдруг что-то упало чтобы там его не искать в горячей воде сетка дальше идет тем где мы создаем температуру до 110 градусов но кипение здесь вроде бы как и ни к чему термодатчик он завязан с управляющим блоком температуры об этом и к электрической части подойдем немножко попозже вода принимается здесь подается сюда через что покажем попозже здесь основная направляющая втулка в ней находится два подшипника сальник чтобы ничего не пропускала ну по большому счету здесь и все механическую часть от мы мухаммедович давай провернем это дело вот это идет подключение электричество у нас основное 100 забор воды происходит вот здесь это все сантехнические соединения это но в любом достойном магазине это продается стоит фильтр очистки который рекомендуется использование в каждом в каждой квартире проходит дальше на двигатель механическая часть вращения производится редуктором вас 2101 соединение вала с редуктором редуктор крепится вот ну через проставочки тупо 2 2 втулки то есть мухаммедович подержи пожалуйста вильчатое соединение на одной выходит выступы на другой есть прорези все это вставлено друг друга все это вращается насос пожалуйста кому нужно с ними пожалуйста его модель чтобы было ясно не на поднимать камеру туда надо посмотри чтобы были все надписи мужики я так думаю лучше к Ивану и Федоровичу обратиться и он нам сделает это силовая часть которая вот ребят это все продает наши друзья китайцы братья по крови давление ты сказал что он делает ну до 8 атмосфер это как маленький керхер 8 атмосфер это ой 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 да форсунки я уже в первом ролике говорил что это жиклеры насверленные резьбы м5 жиклерчики вворачиваете которые еще раз повторюсь у вас под ногами валяются которую вы выбрасываете их можно применить по электрической части ну ящик конечно собран из мебели которую выбросили на улицу коробку соорудили сами по температурный датчик я честно скажу модели не помню но визуально вы это дело посмотрите найдете 12 вольтовый на его потребление 12 вольт включает кстати о нем работает от температуры минус 50 до плюс 110 с погрешностью 0 1 градус то есть точность от нее прекрасная вообще в идеале но здесь я эту коробочку собрал общий тумблер включение преобразователь марс ними может здесь мама модель есть но опять же наши друзья китайцы 15 ампер для нас учителя друзья да все все запитано от 12 вольт но тен работает от 220 релюшка взята от какого-то электроприбора на 24 вольта но на 12 она срабатывает просто прекрасно но вот всю эту разводку по проводам вы видите я даже не знаю что больше вам рассказывать это я предварительно я предварительно просто раскрутил его разверну будут будут вопросы я я могу на канале наил мухаммедович я вам могу отписываться если будут конкретные вопросы вот модели этого модель того если кому надо я через него я просто я в комментариях все оставлю комментарии читают все это доступная тема значит вы там найдете я отвечу персональный человек который этим интересуются мужики я вот хочу добавить в роли врет он все он не этот специалист он моторист от бога не на роста от бога это отдельная тема это отдельное кино занимается только моторами но это хобби его это хобби каждый мотор который он делал по 160 по 170 к был 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 на котором выигрывал шестерки акушки ну это все машины вот обращайтесь просто про то что не надо не надо я занят я занят обращайтесь к нему мужики и он все он конечно не хочет но я его уговорю правда мужики нет господа еще много можно вам интересного показывать просто ну так как мы в друзья хороших вам покажем еще и летние изобретения если он вам нужен зиме зиме уже задумки есть вообще то есть мы немножко разносторонне развитые нам чего-нибудь придут ребята я не знаю что он умеет не знаю что он не умеет хоть лодки хоть кто умеет все так не умеет ничего хоть чего ребят просто я его не хвалю я просто говорю что ну обращайтесь и что нужно он сделает подскажу да расскажу нам обоим по счастью никаких секретов скоро будет тайм просто я вот эта вещь смотрел ну для начала зачем изобретать колесо если оно круглое а полистал в интернете ну чё то не было подобного ну как то может люди делали но не скрыли там ну как не выложили на общий показ ну я сделал это вот так а теперь вы судьи вам вам отвечать хорошо или плохо это вам судить результаты сняты в первом ролике вы видите спасибо дорогой мой спасибо тебе хороший мужики вот это мой друг Иван Селиванов Иван Федорович Селиванов и наградный чемпион ИТВ и ТП всем спасибо просто мастер до новых встреч до новых роликов а мы с Иваном что-нибудь еще покажем покажем обязательно что-нибудь спасибо спасибо